И снова здравствуйте, всем привет. Итак, в этом ролике хотелось бы сделать вот именно свисток с лямкой на судью вот этого. А в следующем ролике попробуем сделать именно здесь надпись вот это вот, как зовут вот это вот, или кто он такой там, ну, или герб какой-нибудь нарисовать именно в блендере. Итак, чтобы нам ничего не мешало вот из этого, мы выберем кости, зайдем в Edit Mode, с этой кости какой-нибудь, это кости надо вытаскивать именно с цельного вот этого рика. Итак, вытаскиваем косточку, давайте с коленей тройка на нампаде, с коленей вытащим кость, так, вытаскивать, ну, давайте вверх ее вытащим без разницы. Так, английская, Alt-P, отсоединяем, сочетание клавиш, опять же забываем, screen cascade, так, где ты тут? И вот у нас должна вот эта косточка одна и работать, остальные кости мы можем скрыть и скрыть персонажа. Так, значит, как это все дело делаем? Кости скрываем именно здесь, можно вот выбрать нужную нам кость, делать Ctrl-I, сочетание клавиш, нажать английскую H, все это мы дело скрыли. Ну, в принципе, нет, персонаж тоже, если будет мешать, заходим, выбираем персонажа, нажимаем английскую H, заходим, выбираем косточку, заходим в edit mode, и вот, все, нам ничего не мешает. Как вот теперь все это дело обвязать? Так, я это все дело отключу и переключусь на рендом, или можно вот на текстуру переключиться, если они есть. Но так как у меня их нет, я вот лучше по цветам полигрупп буду работать. Так, теперь нам нужна верхняя кость. Вот эта верхняя кость, она должна держать будет всю вот эту связь, значит, нашего ремня. Ролики уже по этой теме были, это и ремни для лошади, и всякие там карманы, все, что, словом, должно крутиться, вертеться, растягиваться, так, перекручиваем косточку. Это будет у нас управляющая кость. Вот мы ее поставим здесь, потом привяжем ее к шее, сделаем S, G, ну, вот таким вот образом. И от этой косточки делаем Shift D, подставляем кость где-то, на шее поменьше костей, можно ставить где-то побольше. Где будет движение более интенсивное, там можно косточки делать почаще. Так, теперь по боковому виду это все дело выравниваем. Нужно, чтобы кость заходили вот эти именно в Mesh. Так, поглубже можно не суть вопроса. Так, теперь, что нам понадобится с FD? Нам понадобится косточка. Одна вот сюда. Так, и от этой кости, от этой кости вытащим еще одну косточку E. К ней мы привяжем кольцо вот это. Можно ее тоже отвязать, но это потом по обстановке посмотрим. И, значит, нам нужна еще одна косточка. Тут вот устанавливайте кость, именно, чтобы она полностью, ну, как бы, ALT-P, давайте отсоединим ее клею parent, чтобы кость у нас именно крутила вот это кольцо. Значит, нам нужно эту косточку перевернуть и поставить ее на низ, где будет точка вращения. То бишь, вот таким вот образом. И ставим на вот эту часть кольца, потому что будет крутиться она. Так, ну, а эту кость привяжем к этой. Ctrl-P, и Popser. Так, она-то будет крутиться, но нам нужно еще сделать такую штуку, чтобы у нас сам свисток можно было перетягивать, как-то, да, так, чтобы он как-то там звенел, крутился. Это, значит, у нас будет E, и вытащена еще одна вот эта вот стукенция. Опять же, от этой точки, от кольца, потому что все вращение будет на вот этой, так, вот это будет ее центр. Не с кольца, будет это центр вращения всего вот этого, значит, действа. Так, ну, здесь уже можно не отвязывать, потому что это кольцо будет крутить и свисток, а свисток будет отдельно потом крутиться. Ну, а теперь замыкаем вот эти все штуки. Так. Начнем с верхней части. Выбираем низа костей. Вот так вот. Раз, два. И жмем F английскую. Следом, shift. Выбираем левая кнопка мыши низ. Следующей кости, F. Можно, конечно, по примитиву. Я показывал уже, как по примитиву. Просто косточки вставляете, вяжете к управляшке и просто тянете их в разные стороны. Ну, вариантов много, словно. Ну, этот самый такой поблотнее, что ли, будет. Так, выбрал ненужную кость. Делаем F. Так, это значит, будет управляющая. Она должна будет всех руководить. Ну, а теперь нам понадобится скопировать все вот эти косточки. Вот именно вот эти кости. Это получается, значит, через shift вот это. Вот это будет замыкать. Она будет одна косточка, так что ее не копируем. Потом копируем вот эти косточки. И вот эту, опять же, не копируем. Делаем shift D. Делаем дубликат. Mira X Global. И перекручиваем все это, делая вот таким вот образом. Так, здесь немножко можно подкрутить, потому что я симметрию не делал. Вот так. Ну, вот что-то такое должно получиться. Так, теперь зайдем в Object Mode. Выберем. Так, нужно теперь объединить все детали, так, за исключением, наверное, кольца. Ну, в принципе, можно просто их все выбрать через shift. И в конце RIG QNKOP будет автоматик выйдет. Так, теперь смотрим, как все это дело привязалось в Pulse Mode. Настраиваем stretch 2. Выбираем вот эту косточку, вот эту. Ctrl-Shift-C. Жмем stretch 2. Косточка должна позеленеть. ну, и то же самое со всеми костями делаем ставим растяжение. Так. Ну, на нижней можно и не ставить. Ну, в принципе, можно и поставить. Так, здесь начинаем тоже вот с этой стороны. Ctrl-Shift-C. Ctrl-Shift-C. Stretch 2. проверяем теперь как все это дело работает значит так свисток у нас вертится крутится не забывайте жать ctrl z если что-то вы сделали или возвращать alt g alt r но это случае если у вас базовая поза без анимации допустим если вы с анимацией сделаете alt g alt r alt s но alt s это возвращает все в начало при увеличении уменьшения кости допустим если вы делаете увеличение модели кости увеличиваете допустим вот так вот ну нажимаете control z или alt s и она возвращается так ну все работает теперь нужно все эти косточки вот они все отдельно нужно их привязать допустим ну какой-то кости можно еще создать привязать ее к шее или просто привязать все косточки допустим к шее но если мы привяжем к шее то будет вся эта цепочка двигаться значит заходим в edit mode делаем тройка на нампаде вытаскиваем еще одну косточку это будет косточка е alt p clear parent отодвигаем ее выбираем только вот эти выступающие кости ровно чтобы они потом не отвязались бывает такая штука что если мы сейчас их привязываем те отвяжутся но проверим control p и пол теперь делаем alt h возвращаем наш риг смотрим как это все дело двигается так получается это будем смотреть уже выставлять значит пост моде выбираем эту косточку и вяжем ее можно груди не к шее потому что шея будет крутиться и вертеться вяжем в грудной клетке control p и после так теперь заходим в бузык мод alt h возвращаем нашего персонажа потому что он был скрыт повторюсь если кто-то сначала не смотрел этот ролик так теперь выбираем опять же ремень все вот эти причиндалы колечко ну кольцо привязано нужно то что привязано уже не выбирать а выбрать только ремешок допустим и сделать control p то есть автоматику и все теперь выбираем кости заходим посмотрим выбираем вот эту кость потому что она должна быть спрятана значит в нашем персонаже можно ее вывести даже за спину чтобы видеть вот таким образом приподнять ну а здесь уже нужно будет немножко все это дело G поднатягивать вот этого значит так это я чуть-чуть скривил так единица на нампаде выбираем управляшку и за красную косточку тянем ну чтобы было полегче им возможно сделать значит R вот так G одеть его на шею ну а здесь все равно придется немножко все это дело подправлять так 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 включим теперь текстурки так так включим теперь текстурки больших переломов так здесь у нас как все это дело работает вот свисток у нас привязан к кольцу и здесь уже у нас будет попроще все это стукенцы можно даже G чуть-чуть ниже оттянуть но здесь уже можно тянуть значит наши вот эти косточки как угодно создавать им движение мотыляние где-то поближе к этим костям можно подвигать ну чтобы кости слишком близко к друг другу тоже не подходили они там начинают вы видели ломаться так что у нас тут по косточке по шее ну вот это где-то тут где-то пониже ну и опять же чтобы на шее было видно чтобы она в шею глубоко то не входила здесь уже нужно будет как-то подгадываться выравнивать смотреть тут где-то какую-то кость можно даже еще поближе к той косточке ну к верхней подтянуть ну тут уже как говорится не суть вопроса ну и хорошо бы конечно вот эти кости заменить внешний вид чтобы они так в глаза сильно не бросались вот сейчас мы это все дело скрываем и вы видите что у нас ремешок в принципе спрятался его не видно вот чтобы увидеть как бы это надо все нужно выбрать вот эти кости зеленые они нам в принципе не нужны а оставить только управляющие и тогда мы управляющие будем видать и видеть наш ремень так ну в принципе нормально воспользуемся опять же аддоном rig2 и выберем ну я выберу finger так вот теперь эти косточки уменьшились выбираем в настройках в бонус групп какую-нибудь группу ну пусть будет так пусть будет красные чтоб их было видно можно на желтом фоне допустим выбрать ну синий цвет наоборье будет глазам бросаться ну да так так же можно эти кости заменить ну ими удобно тянуть так что возможно и так оставить ну вот ремешок уже появился он уже здесь есть теперь можно что-то так значит свисток уже можно перекрутить и косточку еще значит побольше и джи положить ее на грудь ну а эти уже вытаскиваем поверх майки там уже вот насколько у него подъем значит шеи и груди вот 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 тут еще в том что ремешок тонкий можно его добавить значит толщины и тогда он будет еще более виден вот он просто плоский ему нужно добавить толщины давайте добавим зайдем в object mode выберем сам ремешок и добавим ему модификатор это что тут привязка добавим модификатор solidifier и надуем чуть побольше ну и файл apply применим ну вот уже ремешок больше видно все свисток висит клавиша n закрывает боковую панель включаем опять же видимость костей заходим пост мод и свисток у нас смотрим как он может перекручиваться допустим так если мы выбираем управляющую вот эту кость G вы видите что мы можем ее поднимать он будет свистеть а вот этими костями уже корректировать перекручивать доводить и значит клавиша r все это дело может нам перекручивать нужно еще по ремешку смотреть внимательно чтобы это все дело ну вот так хотя бы было ну вот он теперь может вот так вот перекрутить и вот так взять в кисть и свистеть прикольная штука и как раз давайте рассмотрим как это дело вернуть назад выбираем выбираем косточки Alt G Alt R вот все это дело почти вернулось потому что у нас еще была не выбрана другая косточка которая здесь растягивается вот это дело все возвращается также смотрите вот эти косточки можно привязывать вот к этой кости вот которую мы сейчас тянем не вот эта кость вот она вот которая тут все двигает допустим часть верхней кости можно к этой косточке привязать вот эти нижние косточки можно привязать к свистку ну тут уже на любителя как это дело кому будет интересно так это значит G вот интересно это кость боковая тоже вот она чуть-чуть поменьше где-то какую-то косточку даже можно докручивать чтобы более-менее не нормально смотрелся так обжиг мод единицы на нампаде отключаем смотрим ну ничего так одета все хорошо единство что можно сделать теперь ремню шейбер смут вот вот сгладили и он теперь вроде бы помягче это будет вот такая штука будет значит свисток стоит не стоит их заменять так так давайте покажу перевязать кости допустим вот это у нас получается будет теперь тоже управляшка а вот эти кости вот эти которые возле нее находятся ну не все а вот именно теперь я думаю будет достаточно а эти промежуточные лучше на шеи доводить можно через шифт левой кнопкой мыши выбрать вот эту последнюю кость ctrl p и сделать теперь если мы зайдем в pause mode и выберем нашу управляшку вот мы теперь проще вот это будем делать часть какую-то поднимать а та часть будет фиксирована вот теперь минус что эта кость вот менее стала управляемая потому что за ней движутся эти кости ну вот кто-то в таком духе так это значит это что у нас тут и управляшку поднимаем вот так чуть повыше а здесь тогда свисток уже доводить вот этой частью то хорошо хорошо бы его можно еще перекрутить наверно в другую сторону так ctrl s c c c c c c c r c c ну вот стало чуть-чуть попроще в плане нахождение вытягивания от этого ремня если бежать он будет То вот уже можно его двигать Записывать Ну а так же стало чуть-чуть похуже С выравниванием С выравниванием вот этих вот Вот этих вот частей Значит вот завязка тут И вот эта косточка Она теперь Чуть-чуть немобильная Вот такая штука Приходится теперь серединные кости Вот это все дело выравнивать Так смотрим что получилось Ну в принципе неплохо На шее вот так как-то она и должна висеть Но единственное что На тяжечку можно дать Тогда мы на тяжечку И подтягиваем А вот эти уже тогда Косточки уводим Чуть-чуть повыше Так вот эту косточку Чуть-чуть поближе И эту тоже И чуть-чуть повыше О! Чтоб ломки не было костей Все В ремешок попадина Вроде бы все нормально Файл сохранить И теперь вот с этим персонажем Можно Вставлять ему Рик Так это что у нас Пардон Рик у него вставлен Добыл ее читать Так Пост Мод Это значит G Вот персонаж двигается Все нормально Единственное что можно Ему теперь добавлять Надписи на майку Какие-то Разные значки Ставить Менять цвет Этой майки Допустим На зеленоватый На красный Используя уже Шейдинги И используя уже Ноги Есть уже ролик Я на это Делаю Как я уже показывал Как это все Делается Ссылку кинул В описании Все Всем пока До свидания Продолжение следует